Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с этим самым большим и радостным праздником, введением в храм Пресвятой Владычицы Нашей, Пресвятой Марии. Вели родителей Екемиана в Дом Божий. И маленькая девочка Пресвятая Богородица Мария и шла по великих ступеньках. Для нее это были большие ступеньки, потому что она была маленькая, и она понималась. И тогда еще все люди делились. Все делились в храме, делился священник Захария, как по которой ступенька поднималась Пресвятая Богородица, маленькая девочка Мария. Пришла в храм, и родители ее оставили и ушли домой. Как же им было на душе, как же для них было отдать то, что они всю жизнь дали, то, что они вымолили Бога. Но они дали Богу такую клятву, что если родиться в них ребенок, они отдадут на служение Господу. И они привезли ее в храм. И старец Захария встретил и увел Матинку Божию, девочку Марию, у святая святых. Увел потому, что это и пришла святейшая, честнейшая Херувим, и славнейшая без сравнения Серафим. Пришла Матинка Божия, самая святая, которая была на земле. Потому и по промыслу Божьему она и вошла во святая святые. Мы сегодня в Божественной Литургии прославляли Матерь Божию в Труповях. Мы вчера прославляли Матерь Божию в каноне вечернего богослужения. Сегодня и пели величание, сегодня и пели за достойник, что ангелы в храждении при чистой дереве удивившись, а как о девовни, девы святая святые. Ангелы даже удивлялись. Ангелы трепетают, что пришла святая святых. И вошла в святая святых. Матерь Божия, Царица Небесная, дана нам, дорогие братья и сестры, для того, чтобы нас гречников вымаливать. Потому что Матерь Божия даровала нам Спасителя. Через Матерь Божию пришел мир Господь. Поздравляю вас с этим праздником, введения во храм Пресвятой Богородицы. Дай Бог каждому войти в этот храм, святая и святая, каждому в сердце своем и остаться с Богом навеки. Потому что это жизнь временная. А все, что мы здесь приобретем, то нас ждет на небе. И потому у нас вчера случилось помоление Матери Божией, помоление Бога Святой Богородицы. И благодарим Господа нашего Иисуса Христа. И всех-всех людей, кто принял в этом участие, пришли к нам с двери. Накануне этого праздника. Это что не чудо? Это чудо. И мы служили благодарственной молелью. Дорогие братья и сестры, мы должны всегда благодарить Бога. Если мы не поблагодарим, мы в следующий раз, если попросим, Господь не даст. Вот как к соседу. Ты придешь, попросишь соли. Если ты ему не скажешь спасибо, в следующий раз ты придешь. Он скажет нету, потому что ты не сказал спасибо. Так и Господу мы должны благодарить. И как сегодня читал Батюшка, в благодатственном молебне Евангелии, когда десять прокаженных пришли и просили у Господа помощи, Господь сказал, идите, покажите священнику. Они по дороге все исцелились, все исцелились. И один только вернулся, который был самарянин, который был иноплеменник, он вернулся к Господу, упал к ноге и благодарил, и славил. А Господь его спрашивает, не десять ли очистилось? Девять, где? Иди, вера твоя спасла тебя. Вот так Господь сказал. Где же девять? Ведь десять исцелилась. Иди, вера твоя спасла тебя. И мы будем верить. И мы будем надеяться, дорогие братья, верить, надеяться, благодарить, хвалить, всегда радоваться, всегда хвалить Господа, славить и всегда молиться. Поздравляю вас с этим рождественским постом, дорогие братья и сестры. Помоги нам всем, Господи, пройти этот пост и встретить рождество Господа нашего и Иисуса Христа. Очень сильно вам благодарна за все. Благодарили сегодня и не только за дверь, благодарили и за иконостас, благодарили и за эти цветочки. Посмотрите, какой рай в храме, какая красота. Но это не всегда так было, дорогие братья и сестры. Это не всегда. Чтобы был этот рай, кусочек рая на земле, и утопал этот предел в цветах, это было вывезено больше десяти прицепов мусора. Сколько всего вывезли, вычистили. И Божьим чудом, промыслом Божьим, молитвом и Матерью Божьей, посмотрите, какая красота в храме. Какие цветы. А эти цветочки, дорогие братья и сестры, будут стоять целый пост. Это мы помогли Матери Божьей, на Казанскую Матерь Божьей. И как красиво в храме. Да, было трудно вывозить. Никто про это не хочет всегда слушать. Все хотят, чтобы всегда были рай, цветы, чистота. Но чтобы прийти к этой чистоте, чтобы было вот так, то, дорогие братья и сестры, было вывезено больше десяти. И вместе со двором, с церковным домом. Потому что здесь три храма. Мы вывозили со всех пределов. Мы здесь, милые героники, не выносили. Это самый тяжелый приход наш, где мы служили. Было забито настолько всем мусором, что мы не выносили, а вывозили прицепами. И теперь вот так. И теперь вот так. И теперь красиво. И теперь благодатно. И теперь приятно. И теперь всем пахнет. И благоухает. И хочется здесь стоять. И, конечно, нужно благодарить Господа. И каждой, другим братья и сестры, хочется плакать и лидать. Потому что этот приход был самый тяжелый. Я уже думала, что тут ничего не получится. Вчера двери привезли. Перегородка будет. Двери новые будет. И знаете, как говорят люди. Ой, вам так помогают, дорогие братья и сестры. Да мы молимся. Мы акафисты читаем, Матери Божьей. Просим, просим, просим. А когда получим, благодарим, благодарим, благодарим. Потому что знают, что снова надо будет бежать к Господу. И Господь поможет. Потому что скажут, вам помогу. Вы благодарили. Вот так, дорогие братья и сестры. Нам не... Мы бы без Бога, без Матери Божьей никто, ничто. Мы пыль на земле. Это не мы. Нам бы никто не помог. А вновидь бы, Матери Божьей, Царицы Небесной. Смотрите, сколько ангелов. Это сколько помощников у нас. Спасибо Господи. С праздником, дорогие братья и сестры. Торжествуйте, веселитесь. Матенька, Божья, Царица Небесная. Пришла сегодня в храм. Какой сегодня радостный праздник. Потому что она маленькая, Мария, пришла в храм. Девочка, тригоника, пришла в храм. И осталась и служить Господу при храме. Это не каждый родитель так отдаст своего ребеночка. Не каждый. Подумайте сами, кто возьмет и отдаст от себя дитя. Все замолчат. А ее кеми она отдали. Господу на служение. И теперь Матерь Божьей, Царицы Небесной. Она теперь заступнется всего мира. Заступнется всего света. Пресвятая Богородица. Пресвятая Богородица, спаси вас. Пресвятая Богородица. Богородица. Покрыть на счастливую сонку. Пресвятая Богородица. Веди в храм наших детей, наших внуков, наших родителей. Нас грешим. Веди нас и помоги нам всем спасти свою бессмертную душу. Спасибо, Господи. С праздником вас. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok